а когда мастера там нету но в разъездах человек послушал и конечно он воин как угодно это пределы ваш мастер уже а так и так говорит ромашни там так рамзи говорит они вообще что делать самое интересное что когда жизнь как не жить я говорю жизнь будет решать это прозрачно но я тебе могу дать целую инструкцию как жизнь а если ты видал инструкцию надо это жизнь так лежал что получил инструкцию от меня получается что давать на солнце не давать инструкции то есть вот эти внешние проявления они вообще по ним нельзя определить и понимание человек то есть понимание когда я глубоко для себя понимаешь и даже если не тебе даю инструкции как жить но для себя понимаю что сейчас происходит что это не я даю тебе инструкции а это процесс жизни когда через одно тело дается информация другому телу дать не я это помню это есть макро пробуждение а если мне допустим откажешь давать инструкции просто но при этом дома что я вася отказался и давать инструкцию кто здесь всю жизнь делает а я вася это знаю профанация получается хотя внешне буквы веду себя правильная сразу же довольно штука что все же так инструкция можно быть частью жизни тоже не шапок такси может быть частью жизнь да и еще я хочу вот этот акцент в вы с этим участник сняла 2 это современные прикасались еще поймите что когда лет о просветлении говорят об процессе который не является обретением чего-то да но тем не менее это процесс обретения не сути а в день и знания о сути когда люди стремятся к реализации они стремятся не стать собой а стремятся чтобы у них был длинный инсайд относительно себя то они я проясняется и в этом смысле это некоторое еще событие в феноменальность знания кто я она часть феноменальности сама природа меня да она запрещена то есть нельзя подать никакими практиками но знания поскольку я знаю о себе да я знаю кто я вот это знание она еще находится в пространстве к.б. феноменального мира инсайд подсветление но что когда я являюсь собой я о себе ничего не знаю даже не то что кто я вообще не знаю что я существовала это первичное состояние но в данном аспекте сейчас все мы находимся в состоянии как бы проявленность мы знаем что мы существуем если что мы не знаем кто мы и отказали поиск это поиск не в плане что я хочу стать собой а плане что я хочу иметь инсайд озарение в свой признание откуда и кто я такой это знание очень удивительно это не знание как и знание теоретической не даже как опыт но это методы сакральный inside поэтому использовав таинство христианство таинство то есть каким образом ты знаешь ты не знаешь что ты знаешь этот удивительно то есть это нельзя объяснить или описать в каких-то терминах ну как бы привычной формы знания но ведь все святые все просветленные все мастера они говорят что они каким-то образом знают кто они да то есть они познали себя и вот именно это познание и есть процесс реализации то есть как бы инсайд относительно того чем я уже был всегда и вот к этому инсайду поскольку он часть еще этого мира он как бы на границе между этим миром и изобрели на к этой части можно подойти но ходила вплотную это подведение то есть технология и вот восточному стена когда он рассказывает про не адватистов наших но западных то есть такая история что какими техниками что делать нет все равно само тупо грейсом они вот так вот пальцем виска крутят ну ну давайте ждите грейса поэтому по сути это это да это не концепция концепция нужны эти две концепции но концепция отсутствие усилий если посмотреть то есть мы мы же как понимаем концепция она рабочий нерабочий как как науки физики да то есть допустим а теория едва есть ругатель или дату делал по ученым как мы проверяем какая теория она более отвечает нашим потребностям мы ставим атомную станцию по первой теории по второй она выдает энергию другая нифига не выдали и как бы вот пользоваться концепции той которая дает мне какой-то речет такая здесь то есть можно для концепции просто испробуйте своей жизни то есть концепция я ничего не буду делать и буду просто жить и забирать а дальше я я не просто что эту концепцию взял как рабочую я смотрю что происходит самосознавание засыпая в этой концепции то есть цветы ли я и концепция она как бы живя этой концепции ясность более осознанным и менее вовлечем уже много или концепция там практики дать свои каждый день уделяю внимание там и и смыла к этой концепции работает потому что можно искать из практики маразм сделать что такое да что то как люди практикуют это не практика поэтому ее и критикуют что это усиление эгофактора то есть почему человек все больше как бы но это одно но когда в практике растворяется вот эта индивидуальная сущность как бы и это иллюзия не то ли живо существо то есть что бывает мастера что сначала вы понимаете что вы не живое существо что вы бог это первое а потом это вы идете за пределы бога что вы даже не бог вы то что то то есть вы сначала как появились как жизнь как бога христос а потом уже стали как но этот переход от живого существа богу это практика от бога туда это уже не практика учебу практиковать вот этот маятник да и чувство я существую как как универсальность и я сижу поделенность он существует маятник но для большинства людей даже этого маятника нет у них всегда чуть поделюсь только есть а что рынка ну что дает если я тоже его существо то универсальное то я не могу идентифицироваться жестко не семьи за другим то что размывает мою зацепку за личность то есть когда меня счет изменился сознание мне уже тяжело верить в то что я вот это обычно человек попробуйте выбить но я же чувствую я живут и чуть-чуть не говоришь я чувствую тело я чувствую это я а если лсд да он полетел уже птичкой побывал возвращается а если у нас личный лсд то у него половина времени в теле плана в другом ки потому что они перестают понимать потому что они видят что и там все очень насыщено реальность впечатления самосознавания но там несколько физического тела нет этого мира и у них начата дезориентация и поэтому дезориентация она по-своему важно чтобы выбить фиксацию поэтому погуляет по вот этим уровнем очень даже полезная считаю потому что ты переста здесь понимать кто ты вообще то когда ты понимаешь это может быть человеком может быть севета может быть там в том как деле в таком туда да туда начать из альтипинца что-то нечто за бредевла щекси� бол Asia из только вот в этом то иметь и сам я уве это очень сложно потому что все твои мира ощущения говорит тебе что только это потом еще за пределами он как значит тебя вот почему этот фланг астанату кормил от меня по травмам ты такой тупой упертый был не фиксированный в своем в своей личности не все есть находки там вот не только таким тупым как мы если проследить вот за этими мастерами с чего они начинали они ведь сами столько всего проделать да нет странно как вы тоже говорили что вы взбираетесь по лестнице до 2 этаж потом вы на втором этаже понимаете что если не нужно крюком и отбрасывать а все ребята на первом остались и выходит вы знаете никакой лестнице вообще так сверху вообще не нужна они вообще это цивилизация они положили свой гений на вот это вот мы западники положить свой гений но что делать тебе за я объясню они соединяют вот ренса рамзи с технологий как на тибетский мальчик он приезжает правда он сначала говорит первое он сейчас вышел не сниженого как вы есть то потом смотрит на вас никого не тусат или хорошо займемся про на ямой подышали айчурка не это ну ладно почитайте мантуру монтажа она простирать . они только бы сверху вниз человеком не брошен то есть он же все от этих мастера рамана но они говорили я скажу на нашем случае и тибетские мистике что это учение для самых ну как бы высших душ то есть для самых интеллигентных самых разумных наверное сайт он пришел вам сказать или что он понял но коснулся все очень окончил но это единицы и таких людей известно что ты единицы и вот ланчан ланчан это тибетский мастер он дает высшую аки-йога который есть тибетская 2 это условие это высшего уровня язакчан и он говорит я проклинаю тех кто будет это говорить не готовым людям они будут прокляты то есть это нельзя говорить то есть люди это люди будут деградируют они будут тупые то есть это учение для элиты и рамана говорит мое учение для элиты но у нас каждый вася домашины не естественно нашу сателиты тоже ты заработать свою трудом так вот они вот мне чем нравится они не так то есть другая крайность когда я человеку говорю приходит его ты должен мне служить там 20 лет 20 лет делать матру петь там 20 лет потом я скажу кое-что так можно уже гениально нужно ли не пришел да если ко мне приходит там моцарта я говорю то 20 лет играть первую гамму а потом часов эти так скрипку там или пианино 4 года уже играет нам не полностью но в один такой как вот на всякий случай если один такой появится да эти тибетские мастера они сразу говорят ребята вы есть и смотрят а если там ботов нету хорошо тогда другому они отсекают исходящего пирамиды то есть понял понял не понял твои проблемы мы не работаем просто но мы так устанавливать запрограммированная конечно тоже в жизни появляется но хотя бы что происходит то есть когда не должны по другому себя вести но кто происходит то они делают то что делать тибетский мастер самого начала но когда они не получается им они нет их усилий дальше но в то что человеку взять сходу уровне ну за выпадает понятию не может запрыгнуть без лестницы ну что-то проект проблем еще лесницу еще но как же тишина которая сам она работает но она работает на 5 она работает это насколько она это сила мощная но очень деликат то с чем чем мощнее села диман деликатии на самом деле это удивить и это тишиной пробить железобетон это невозможно то есть этому эго надо ватнические методы в годы когда приехал в россию с востоку стать нежные такие существа грузится это москву вода такая же была его ободвать не знал то давайте все это ученики за безусловно он даже не за их можно посмотреть и рассказали готов вы по низкам вы есть топов в машины тупые что вот вы кто-то и вы должны первое это осознание это начнем а не то что вы свои свет любовь и санчета на концепте механистично ставить их первый шаг и вот все с пьянским в конце жизни не было и диалога когда он выдал такое ну на уровне роман махалши но с места там служил с 5 летним трудом и он сказал что тут типа такого и когда успешно его спрашивал и кто-то из них а иметь свободу волю потому что мы рассматриваем и лозефом ответила имели не такой как ты ты машина а а ты мне свободу воли и тот кто создал себя христом то есть это свобода как бы но творение если я активизировал то есть если сознание в отмечать наш это похоже когда вы спите ваше сознание тоже сознание она ладно еще больше чем днем вы видите сон надо стали как дупого просмотра что вы не вмешивайтесь вы не критично того что летает уж летает кошмар пусть каждого смотрит у вас даже не хватает энергии сознания чтобы спросить кто я это первое тупое второе когда энергия создание активизируется тоже ум активность ума вырастает вы можете поймать это сонку я знаю что сон длится он существует я увижу я знаю что это я вижу его да и я создаю и это сон это уже должна быть определенная активность сознания внутри сна базе если активности еще больше то есть у вас как можно весом ведь но вы не можете изменить вас энергии не хватает изменить если активность будет еще больше вы можете менять со то что вы создаете и вы можете психической энергии эманации в этот сон измените его но тоже нет сайбаба здесь его создать настолько активно что он не только понимаешь вообще-то сон как она еще активно для того чтобы понимать это свой пост из ничего здесь сошелся делать вещи там что сон и обращается также его сознание как вы обращаете своими с нами потому что одно и то же что ваши сны что-то вселенной на его создание было такой степени активности что она может не просто осознавать это сок как ночь лежит как сон но еще и и ведь энергию трансформации что обычный мастер делать не может сам может поставить как сон это жизнь но у меня не хватает этого интенсивность поэтому есть аватар да тут великие там учителя которые как ситхи еще так вот когда мастер сталкиваться с учеником он смотрит на уровень сознания потому что и сознание когда просто слушает и она очень никак не услышит но она нет не активно вообще она же не понимает что происходит и такому созданию вот такой стимул как тишина это как вот если вы спите да очень чутко очень чутко то я вам подхожу и говорю проснитесь и вы просыпаетесь а если мы совсем чутко спите я просто вошел в комнату можно проснуть все я вас разбудил свои присутствия выпали в пункте кто-то есть но есть люди которым надо башки бить будильником еще когда они просыпаются это таким людям что вот я щас войду из моего присутствия все это поэтому опять мастера но которые работали не просто как они видео аудиторию что какой эффект то есть вопрос я говорю правильный вечный эффект как вы пишете на вот что-то отца жизни сказал что же был высок не отвратить никакого метода ничего точек нельзя сделать просто тогда и позади спорят или полную неудачу полную великий мастер то есть сотни тысяч людей услышали по всему миру я получил за счетом никто меня не понял а как я поймут отказался от методов отказался от отношений ученик мастер это же любовь то магия то что только через это любовь к сердце открыто может какая-то из когда подскажет который не секретуально от отказался закрыл это закрыл отношения от это магическая ученик мастер ты закрыл методику ты просто говорил ведь я слушал как философ и и потом ты еще раз носишь кем-то не понял то есть кошка я когда 10 лет говорит много где я не делал тоже делающих нет ни одного действия люди приходят с просто сядьте давайте глаза расслабьтесь будьте тихими вот чем не может нравится что смотрел что учил пол получается . никто не был тихим никто все просто ну как бы и тогда я понял что ну как на другом к этому подойти если я хочу не просто говорить о тишине а чтобы люди стали тихими что оказывается там у них куча напряжения куча стресса внутри как он будет тихим если я просто скажу об этом да и значит динамичная медитация терапии и потом потом и в конце то же самое чтобы этот не отвали но уже сознанию потом это готово услышать воспринять поэтому я я вижу просто что это некоторый элемент как бы неадекватности и не буду то есть когда тебе приходит зревая душа до который уже накувыркалась у них техника комиссии не надо приходит до 15-20 лет и усилий техник передел вы просто передел и по новому витку пускать этих самых техник ну как бы смысла нету может быть и чё-то на сказать сидит посмотреть на его внимание уже не спит у красавицу не засыпают если вы хоть подготовили вы к там рензу и всем остальным сядьте и 10 часов посидите в тишине не засыпая день два три если у вас горит огонь свет бытия теперь за что говорят опять которые в этом у собаку с нашим кушьем и они таких персонажей как альянс моток артам а их и знают они за этот вариант они еще описано за 1000 я все все изучили все расклад как может быть мастер что он может делать и может быть ученик они-то еще это своих снов ты ведешь себя и реагируешь на сны также как при жизни днем почти нет разницы то есть у тебя нет подсознания ты одинаково живешь одной и той же мудростью днем и ночью во снах тогда говорит ты можешь оставить практику не раньше посмотреть на свои сны и что вы там делаете вот вам критерий нужно практик или нет я в этот момент я с удивлением заметили потом информация получит то у меня в этот момент вот это вот произошло то есть я ночью когда вижу сон и почему также знаю кто я и я там не определяюсь и я точно и там также даю шатсанги это могу любой расклад разложить любому существу там изменился сознание во сне где угодно мне одно и то же понимание непрерывно днем и ночь и вот в момент я понял что сидеть мне не надо потому что мне ничего не меняется нет мир ощущения меняется сижу я не сижу протеку но пока я чувствую что она меняется а это просто честно с собой попробуй не попрактикуй не посиди там поди в кабак побыть там и день два три и посмотри в том же ты качестве жизни находишь если не в том то что ты можешь говорить что тебе не нужно делать ничего что тебе не важно как жить и вот этот момент он как-то упускает что там вещи правильные говорятся но возможно не для той аудитории которая готова их но в этом то не возможности что этим воспользоваться у меня внутри мне все-таки я слышу о том что я не могу уйти или мне не делать если это происходит еще возможно есть витамика того что у меня есть вот например если я буду сидеть в группе особой и раньше как-то когда я садилась то я это делала а потом как-то засомневалась что далее это делаю то есть какое-то спокойствие может быть появилось что-то буду я сидеть или так или сяк или как-то то от этого не завезли вообще я не просят хорошо который спокойствие относительно того буду я практиковать или не буду да это неплохое спокойствие но она должна сохраняться и относительно того не тот меня муж и не уйдет спокойствие везде сохраняется то это то спокойствие а вот поэтому когда чё-то надо отказаться то от практики все очень легко от требности там от раки первое в первом списке от практики надо отказаться даже стать последним списке последний я понимаю что этот отказ это не отказ который происходит путем ну как бы личностного делания а он поступил понимание безличный отказ но безлично отказ он происходит не только то есть отказ от практики если он может быть безличностным но если это действительно подлинно отказ то такой же безличностный отказ от всех других на той жизни сможет тебя затронуть ничем это же критерий если когда ты не практикуешь ты спокоен а когда тебе там не отдали долг ты истерить начинаешь то ты подумаешь нас который отказ от практики безличностным почему-то здесь безличностный когда от платишь а когда долг очень лично становится поэтому все очень как бы очень много вот в этом учении она очень деликатная и она требует это честно с человеком она легкая в том смысле что она говорит очень надо практиковать но она очень сложная то смысл должен абсолютно честь абсолютно честь с собой жизнь то есть ты должен быть кристально невинен вот таких лет учения так вот тогда если таким костюм обладаешь то никакие тебе йоги то броноям не нужны абсолютно девственная чистота где и отношения к жизни если ты рукав если ты обманываешь то как раз эти все какие-то вспомогательные методы они выявляют твои обманы то есть и вот здесь просто я ну как вижу что опять когда такое учение попадает людям которые нечисты нечисты то она становится способом но дополнительного спекуляции жизни то есть человек поспекулирует этим учениям оно должно как бы но раньше он дался как только у нас есть такой век очень интересно что ведь и раньше это на ухо посвященным говорят что ты есть то это уже была кульминация . да видите что человек стал дешевле достиг такой качестве он доказал свою преданность уже педа системе все положил на алтарь семью здоровье все положил и таким людям это говорилось потому что они не понимали и они все отдали а теперь они думали что теперь надо что-то еще сделать что богу достичь а ингры что ничего нельзя отнимать ты хочешь сделать это тут не было как бы а когда это вот учение дается людям которые еще много чего за время запасу поэтому себя то она для них становится частью способа как самоправдание там это видно это видно когда я шла на медитацию за дня в день в течение трех лет то это было какое-то вот чтобы если я не пойду для меня плюс к моему беспокойству еще и это беспокойство меня был хаос вообще какой-то что если ты это делать не будешь то ничего как поймешь и ничего нет а потом мы встретились мастера действительно мы как будто что-то придавали я не пойти туда не могла могла кинуть семью что угодно но туда не пойти я не могла потом мы попали к моему пару к другим мастерам и вот я думаю с этого все начало вам вам в жизни загадывают репушек все репушек мы должны разгадать это часть 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 игры мали с вами и мастера это тоже моя с вами играет она вас тачки пытается ну как бы вы разгадали этот репушек да бывает мастер встречи это часть репушек а надо правильно это все правильно понять нет я хочу для себя сказать когда я прочитала махарши как-то это вот что я делаю вот немножечко как бы чувство делать я начала уменьшаться да ну да это моя как-то что я вот там не битирую что я что-то могу сидеть и вот что-то изменилось в этом и вот стало как-то спокойнее в том плане что я этим ничего не достигну и не достигну и вот это сиденье вот вынимается она стала спокойно сейчас мне никто не будешь этого делать я не могу попасть на это как будто вот я слушаю пасы да я сейчас я смотрите конечно практика когда вы ее нащупываете свою практику она по любви делается они по принуждению то есть вам нравится процесс и вы когда с вами случаться начинает и если вы нашли такой процесс который с вами случается и который еще вас не просто он случается потому что с некоторым алкоголизм случается я тоже процессу тоже случается но вы еще имеете эту способность рефлексии что происходит в вашем осознавании потому что потерять себя можно в бессознательности глубокой в тупости можно вот эта ясность абсолютно теряется вот это делать или он потеряется и не в глубокий сон то полный бессознатель потому нет самадхи это полная осознанность того тоже нет и между этими очень много градации куда движется сознание дорог тут тупость путем того кого я наркотиков там пищу которая грязная разговоров то бестолковым или она движется что одно отсутствие себя да как ясность абсолютно вот эти два процесса на очень то есть когда практика что такое практика ваша по сути практика как я понимаю практика это то что позволяет мне просыпаться дать не хоть конкретное действие там сиденье или йога то есть бывает так что у меня погибли 100 человек это не стрихнула вот моя практика за к сожалению да его смерть моя практика за потому что я не могу же думать что жизнь вечно там что все будет счастливы да и спать это иллюзии или там семья распалась там или ребенок заболел то есть вот это как раз и практика для людей то есть все что то есть мастер он просто помогает сознанию пристать верить и в мифы в иллюзии до величию делать или вылечу там какие-то но мифы когда ни одного мифа не остается сать просто что есть так вот вот все что помогает меня вот эта так вот видеть да без наложения проекции на нее это есть практика и это первое в чем смысл плавки а второй чем смысл практики что она конечно должна если это но практика базовая моя надо задать усилия возить но она быть любовью то есть мастер он его искусство в том чтобы не просто не надо делать усилия как так как не усилия а в том чтобы влюбить этот процесс поиска в истины да то есть то что если мастер не может найти как свежий ветер в вашу жизнь вдохновение должен вдохновить на этот поиск и когда вы в этом поиске сгораете да он заканчивается поиск не потому что вы закончили он вас закончил то есть этот понятие что поиск должен закончиться люди понимают что он хочется я останусь любимый то есть это закончится вместе с тобой поисков искать больше некому и от мишка вот разный процесс и когда там сиденье что угодно то первое что мы начинаем ориентироваться что это сольского вкусно а второе что мы в этом все-таки просыпаемся не засыпали потому что можно из любой практике сделать очень красивый сон новый сон красивым состоянием но это не обязательно то есть это может момент как бы выход из из старых снов просто они но не задание нового конечно практике не должна быть новой иллюзии кто я создаю строили себя новым мид мирком но практика как разрушение веры в старые иллюзии такая практика она непрерывно даже происходить и такой практике нельзя отказаться до тех пор пока полностью иллюзии не растворились я сразу так просто и если я люблю истину да и как бы я не удовлетворяюсь нечем меньшим чем вот этот истинно да я всегда буду искать как это я буду делать это уже каких жизней то есть многомерность это вас вы смотрите классические подходы вы можете вписать свой рисунок на свои психотипа там еще чего я вам просто даю как бы зарисовки и кто-то влюбляется там дзер да не сидят потому что влюбились кто-то влюбляется там в цыгун и в ушел они как криф занимаются кто-то влюбляется вот и джинняли там есть пусть она вам с ним общаются следует что там на это тоже искусствует я читаю диалоги с мастерами и обычно но сейчас современные которые и видео надо смотрю тоже и что я вижу аудитория она даже дня не она приходит бы ну как бы на исследовании и просто сидеть с утилет все читали и следует и я вижу очень много моментов которые требуют дальнейшего детализации прояснения офисе это вопрос ему отвечать или что в ответе нет ответа на его вопрос но по каким-то причинам на мосту так не ответил ну прям и он не продолжать дальше в этом не ответил я вот об этом хотелось давайте все-таки разберем они пассивно присутствуют там это активности и дотошности дискональности а джинняния требует этого это как бы тоже вроде просто сам пластая практика сидишь и мастер болтает и слушай вот и все джинняния это пытливость пытливый ум должен быть очень пытливое внимание и если ты где-то о чем-то говорит а ты этого не видишь ты должен дожать чтобы он заставил тебя увидеть не просто не согласиться потому что он мастер его задача если он мастер джинняния что твое внимание это зафиксировала из и как бы согласен с этим не потому что это концепт это факт твоего восприятия если не со фактом твоего восприятия то он должен работать на это пусть работа уже день вот что это выше побывая ничего не понял давайте объясните лучше как мы с преподавателем состав да я не понял товарищ профессор объясняйте мне вы графе зашел профессору дали объясните да то есть студентов иметь такую наглость все сетки боятся что мастер так вот на ли я говорю давить или то спрашивали тогда давливаетесь ваше внимание должно вы должны то увидеть если они говорят давайте пусть как бы но исследуйте они просто слушать может думаю что мастер знает лучше нас на раз он так ответил значит это не задача не в том что он знает лучше вас его его задача чтобы это стало вашей реальностью они его видеть вот и видит если вы если я хирург да и у вас плохое зрение и у кого приходите мне плохое птичка сидим на нерве собачки бегают я рассказываю но если восстанавливать и скажешь парень хирург или техники это прибором становишься ваше зрение и гвачу техники не нужны это мне скажешь не сказать у меня ничего не нужен поговорю сейчас невозможно зрение наладится не у них так налаживать еще люди такие за эти которые ходят этого зрения они психосоматическая это именно терапия то есть ему хирургии не нужно терапии нужно поговорить можно смотреть ничего чувство вины я вижу а есть кого кому хирургия должна так вот даже когда они тоже момент какой я хочу сказать что мастер может говорить что техники нужны и не нужны то одно но поз занимаетесь ли он с вами по технику каким то есть это еще другой вопрос потому что я как мастер могу сказать нужно вам делать много тех идите вот весь мир ваш воспережение это еще искусство как бы инициировать вас влюбить вас в эту технику да и посмотрите что с вами происходит да если я ну как бы на дворе работаю я даю какой-то процесс и смотрю на нем засыпайте просыпать высыпать и говорила это здорово но при этом вы не только не просыпать а вы еще и но любите его да это я подобрал для вас какой-то процесс а если я просто говорю нужные тех или не нужные тех или это просто все гля-ля по сути да если нужны то дай а если не нужны то тогда сделать так чтобы без техники я начал видеть то есть я пришел не задержал спросить нужны те я пришел за тем чтобы мудрость получить чтобы я начинаю видеть причине пишут себя осознать если что не нужны техники то тебя же быть сила заставить меня создать без техник вот то что он же было сочно он имел право в курсе не таковой пришел принявку людей инсайта были видеть с ним видео из него такая дурь подлой энергетической подписать их технику с тем дала вытаскивал тут в это состояние так если ты пунжи да тут туда да ладно но если не позже чё ты повторяешь то есть пользы он почему отказался от техники потому что сам техникой был равна махаши сам был техника тишина звенящего в него он занимался у него на работе он людей просто вытаскивать все свои кобличные силы это милость милость вот людей таким образом давать им он сайт посадали без всяких технику будут там вот сам как таким сейчас я даже не пойду вот эта милость мне пришла от равных махаши этот равна мне дал знание себя милостью и это тут эту ситку способность и он просто этим пользовался но я не вижу что такие великие сады возле данные возникают или вот такие такой силы люди люди вообще не доводят до логики этого не могут но так если ты понимаешь у тебя нету способности человека вытянуть без практики используя практику ну вот в том то и дело а люди не доводят до этой логики то есть они говорят вы есть то человек говорит а я все равно еще не осознал это случается ты не осознал как а люди не понимают дальше случается что я в кабаке дальше случается пиво дальше случается что я сонливый а дальше случается что у меня истерика дальше случается что я умираю и по поводу смерти у меня тоже истерика это тоже случается но это все случается это просто вообще это вообще ничего не сказать вообще ничего не сказать сказать что все случается вообще ничего не это это работа на опять на инсайт что если все случается да меня нету как меня а если нет как меня то есть как бог вот только на это вот только в этом-то цена но если этого не произошло инсайта тут эта идея что все случается а я живу существо это фатализм это совершенно тупая тупое отношение к жизни фаталь я я я власть а я еще ничего издевать не могу это концепция для того чтобы я понял никого васи нет ну да мая поэтому если и сайта не произошло в мастер мастер должен видеть что нет инсайта да и он должен как бы переработать концепцию с этим человек для него это не сработало дай ему другое что и что из этого что из этого выходит да что он с этим сказал вот результаты я осталась я осталась в какой-то момент вот например что-то я переживала такое стояла на остановке и я так раз увидела что я претендую я не знаю кто это я претендует на действие тела как она всегда не так идет не так говорит не так чувствует и я так понимаю что кто вот это я претендует на это я так поняла что я не класс я не властно да я-то осталось я осталась была активная или пассивные и еще мы заменили одна была позиция высокой что я честность это к ты когда сейчас она не личностно это не может быть подписать чесно ты ты уже фальшова в том что ты претендуешь на то что ты есть ты не честно с богом ты отнимаешь чувство бытия у бога говоришь я живая а бог в концепция моя разумевается каждым нет точно живой а бог неизвестно где он там вот этот нечистый смотри лукаю потому что этот счету я живой это есть бог но кто-то имеет много бы как выкачу сказать что я я буду потому что если я ничего не делаю как и как вася но ведь все на кем-то не нравится то это руку поднялся не я кто это делает сила это сила это сила соответственно а почему-то тучу вот эти ницена за ваш ни в первом лице тогда весь мир сказать что я бог потому что все что есть говорится говорится богом а это я от первого лица было начать я бог и имей силу как иисус до подержать это перед маслом и толпы до сих пор живи из этого а если не может этого жить то тогда получается концепция этой пассивности даже я ничего не делаю это концепция угнетенной личности то есть бог давлеет а давно еще делает а я бы нужно следовать тому что он от меня хочет так нет этой личности я понимаю что я могу так сказать да у меня бывает такое что если все делается богом то каким образом ты себя еще можешь здесь находить то есть это только форма все они согласятся концепции с очень делаться бога получается что тебя нету есть бог и когда ты лишь я это ведь бог не так что я согласна с тем что бог все делает соглашалась как ты тогда можешь решать его техники или не это не не суть учения то есть учение в том что вот это понимание что бог все делает она должна ликвидировать понимающего и личность если и это концепция в данном случае в своем случае они сработало значит мастер или ты должна взять другую какую-то но подход который надо будет работать а это подход возможно подход когда ты как личность пока вы себя чувствуете личностью чувствуете да а вы себе ничего не можете сделать обвинять что вы курсы в концепцию не почувствуешься богу вы чуть личности если чувствуете то тогда практикуете исследуете там но как-то занимаетесь не хочет что все происходит потому что все происходит это уже констанция факта того кто уже исчез ты бога вот бог может сказать все происходит моей воли а я я вася не могу все происходит его возит даже до лицемерия потому что я вася тогда такой вася говорит нельзя сказать что еще можно более от лица индивидуума это лицемерие только бог на все моя воли на чем моя воля подпишу на гости на 1 я да свет истинная любовь я не до что бог да я и он как бы эти вещи говорят от первого лица какие-то вещи можно только от первого лица скажи мы хотим сначала просветление как было или потом брать на западный момент его и на уже он и развелся с гангоджи и ушел к любовнице скажем не посвятил он отказался от фондов я хочу спокойно человеческой жизни отвалить это это последнее заявление если ты может быть пытается отказаться от чего-то чего и не хотелось делать таким образом что она говорит все есть бог и он все но от того что и хочется она продолжает как бы сама это не то есть тут получается неполная картина да да так тотальности нет то есть эти концепции они понимаете это ва-банк вы на ноль ставит или все ничего или вас убили не по частям и соответственно вы поставили да и либо баксоров алимата завидящего вас нет вариант а вот эти практики это вы там на белое на черное там туда сюда но вы же это играете но если вы не способны не способны поставить целиком себя а два это требует обильно просто в том что ничего не надо но сложна очень тем что ты должен быть абсолютно полностью в этом какой плане тут нет тут мантование все ничего и если люди не было таким качеством а то ли верят люди обладают на конце поставили себя физическая жизнь а вообще даже душу свою поставить вы можете душу на полпасе если можете да то возможно это сработает с вами концепция то что у вас уже берут вот расскажите что это значит я поставлю душу в чем выражается но меняет как это да я не мог ни о чем думать моменту я там и то есть тут закончится метод нашей реки то еще 5 заработал я ни о чем думать не мог ночи со псу у меня было номер один в моем голове всегда вот этот я я или ты не я сделал я просто говорю как это просто не переживание и я просто вижу что и на когда-то таком качестве человек находится до когда она не может ни о чем думать то есть у меня жена там дети там здоровье все но она в этом тоже думает до фонга это все фигня но это всегда номер два три четыре в списке того что у него я когда чувствовал что я не уделяю внимание вот этому процессу самосознавания чувства что мне день просто выйти вообще даже там деньги заработал там познакомиться еще это в трубу просто мне такое чувство было что жизнь целый день жизни прошел а я ничего здесь не понял нового для себя не открыл вот я так жил 17 лет вот когда он не прекратился это было момент когда я это был двадцать седьмой день месячного семинара очень интересен у питерского то есть в этом занимаешься воде а до 30 дней это такая практика люди уходит приходит а я все время мне бы всех на и я когда уже поехал я чуть-чуть страны чувства не понимаю что происходит причем домой тоже два-три дня проходит я не понимаю что не так что-то не так настолько странно что я даже не могу дезинфицировать что-нибудь что именно потом где-то через четыре дня я я понимаю что мне пофигу все это просветление было по спорте и это да и я пока этим и занимался и тут я понимаю что я не сидеть не надо нет и вообще имена интересы энергетический шок просто потому что у меня следующий вопрос а зачем и чем жить и как же и и куда и что делать если еще не вопрос я сел на диван да когда я понял что произошло что у меня я сел я покажу кто ты теперь вот этот вопрос вот кто я и что я умею ну как бы и это я понял что я не могу вообще определиться вообще не могу потому что у себя тот и я ела я мы если это я уже за 17 столько перила оплатил что я не это точно завтяние я понимаю что это не составляет то что есть как моя суть и не знаю чем я был в сети но все это время ищущим здесь я не мог убрать по практике сама брали или скрыла открытого ищущего я понял что и ищущего нету как меня а все остальное чем я мог бы быть это с этим я уже давно разобрался и меня вас останет натурального новорожденного реально невинного как иисус говорит который в царстве божьем пускай если я совершенно дезориентации полный дезориентации я этот вопрос кто я возник не как то я васика то себя исследует а возникли с абсолютного полного отсутствия самодиентификации этот ищущий и но тоже не было то есть было чистое присутствия бытие которое абсолютно вот от лица бытия задавала вопрос кому и четко деятельность принадлежу то есть взялось кто кто меня переживает и вот в этот момент это только бы этот энергетического кризиса абсолютно полной остановки всех систем поиска отец по всем уровням не только сознательно все предсознательно все это мне поэтапно проходило мне был такой еще перед установки но как бы внешнего пояска когда я проколесил индию и не по полностью до такой и со встретился с десятками десятки но 20 25 мастеров я считаю стирито живых я снял их ног и я понял в момент что можно было чаще масло своих а у меня на водке были грамотные люди пробуждения были когда попадаешь в свою тут все то это уже там по ней идешь и я собирался подчередного мастера я понял что это уже в коллекционер они превращаются я понял что больше не дать вот они еще что можем дать я живой мастер джонс жизни не может больше дать вас не может это этого году этого и всем нету фонированные люди да ты сидел их но что ты еще и я вернулся в россию я сел на диван это я сел и я понял что мой внешний поезд он закончен то что если поезда качество я я у них не сидел я понял что или это произойдет внутри меня как-то каким-то образом или это не придет никогда вообще никого мастера ничего и у меня тут поиск движения как все ты места машина там мастера он закончился но так как он запустил прожил и это прожил и я прошу меня было чувство что это что может дать или не дало я дошел до предела того что ты может дать и да я так не делал ты просто не может дальше до приемов как вы знали если вы разговаривают вы доходит до предела того что можно думать и посвятить вы допустите нации концепции до самой тонкой концепции и когда вы доходите до культинации то он автоматически успокаивается это тоже произошло с книгами с книгами я слушал читал служил читал там все это и кибетскую там китайскую там современный древних мастеров все этот я понял что все что можно было умом сделать просто уже невозможно больше читать потому что ничего нового ты не можешь умов и в эти момент мы успокоиться потому что я достиг кульминации процесс так вот так вот когда я сидел второй раз и это меня только бы энергия которая была в таком в качестве каран акканга реально к антитически не просто ментальный антитист майна ну-ка одеваться я только разрешилась то есть я стал тем вот собственно вот этой просто той я исчезли мне проще что исчез из картинки все верны как я и в то же время если не исчезть позже присутствовал но я просто то я был не не видел я смотрю внутри бишь пустоту вот и я еще помню в кладовку за не там тоже пустоты тоже ты тоже видишь так просто так мы видим когда внутри смотрим это не та простота которая видит вы видящая что-то невидимая пустота поэтому я посмотрел внутри себя и никого там не увидел и поэтому это истину фигня не истинно все время пальцем если ты не будет а вот так пустота из которой вы сможете за вещь вместе нельзя но все вещи не находят и вот это висит невозможно как ты можете так чувствовать не вещью находясь еще как тронизующие все вещи это и вот если вы будете пытаться пачку это вашей в вашей жизни нету никаких аналогов все ваши аналоги на чувственном восприятии или на одномышлении то все что вы знаете это чувственные переживания и думаете это не то и не другое ваша вере это очень странная штука поэтому когда об этом просто сказать то вы можете да но как это не описывается от первого сиденья на диване до второго видала дальше вот тогда чувствую что это не завершено и я понял что мне как бы не надо ездить меня не надо сидеть потому что есть уж некуда а процесс не завершён а ездить некуда же тебе делать то есть движняк по внешнему миру он у меня парализовался потому что все что я хотел все что я точно были гипотезы что мне может помочь я все реализовал если кризиса то есть дошел до их предела то они автоматически анализируются но а поиск не завершился и опять лет еще было цикла вот этого процесс так это еще не конец истории когда я отстала это тоже называется видящий то есть видящая пустота это субъект это специальный субъект как бы знаешь просто и есть он ты знает и есть первое что я месяц просто выживал энергетически потому что вся моя энергия она же была это как очень большое ускорение в поиске был и абсолютно это как перегрузка на ваша сквозь машина стена удалясь перегрузка далее этого торможения то есть я просто еле выжил я два месяца просто валялся выживаю 50 я понял что это что такое можно говорить что день человек убирают из 10 лет что это стресс всех систем колоссальная перестройка все ты по-новому учишься вообще как-то но все что чем ты двигался она все в этом это становилось а инерция осталось все это как бы то есть энергосистемы должны все это еще как-то синтегрировать это это тяжелый процесс был и я понимаю что 20 заниматься телом профессионально там крии чистками там цыгунами голодание поста виду и если при этом вот так вот я чувствую пошла с обычным человеком что-то вообще должен произойти с психикой создать я и терапии все проходят чистки эти все кататься то все это и при этом я чувствую что я иногда не просто награде уже мне про все равно было наблюдать или просто машину вам сучу наблюдал что мне было любопытство осталось мне не за не против не было не совершенно было просто не попросит как это будет ты желание жить не в этом свободе было чувство свободе в этом это отличается полноотведанность назвать я просто пишу как-то переживалась и но самое интересное что в этой свободе абсолютно то я почувствовал да и просто поэт шутки парадки мне подарила ощущение быть тонкое ощущение что что-то еще не закончено буду чего-то этим уже я чувствую что это полноты не то есть свобода есть но чего-то нету чего нет я не понимал я почувствовал что почитаю книги их не посчитаю час книги просто читаю поедет мистерам не тучи не надо вообще я могу на соцам какие-то мы пообщаться по иди по иди вообще ничего не надо полный ноль а там я чувствую что ты еще не не понимал чего потому что вроде бы ты вот и все этот видишь и ты из него все и потом через два года и я продолжал вести группу подстануть сидеть с людьми там и была такая ситуация тоже в питере кстати там очень сильная группа были летом в четыре месяца в году куда лечиться с ними и на это мы разбирали тексты мастера эхарта это христианский мистик 14 века германский очень интересно то что они бывали то есть мы просто читали его тексты и сатсангия по ним давал он есть на русском есть так перевода разные перевод был дореволюционный очень подошли на поле переводил но видно человек который ведущий понимание и правильно читала махарши чем как-то и мы на русском переводят англия на английском что метр как обладала два мастера и еще два языка я чувствовал такое состояние было еще все те силы такая и как-то я в один тот же день встречают эти фразы все мечтал эти фразы играть бы их понимал но ты не то она сработала очень но специфически что видящий да видящий связан с тем что он видит все же как видящий но ты свободе видящего который не вещь и потом две фразы имеем один день попались но в разных нож контекста хорекарта и у и мечет так еще на еду на тесно я еду пустота хорошо мир это не я тебе поставить надеюсь вот весь мир исчезнет ну ладно а сайте свет дарить на всех лет а если это скажем если света счастье то что со мной будет от следующих этот момент у меня коллапс произошел я понял что я не видящий я весь этот мир и видящие видимо и нет ни то ни другое то что привез как видящий этот мир то есть я не прошу как это идентификации много бы знания и сайт то что я до видящий я не видящий этот источник все два года жил в этом видящий это число на чувство тоже отморожен от мира вообще нет энергии пристал в тело течь потому что ну как бы тело лица как не ты вот это понимание она объединяет то есть понимание что видящий мир и мир это появление одной силы что видящий безмерно существует и у меня это не просто бы был энергетический такой процесс у меня энергия начала опять в тело течь вот это объединение я понял что это тут нет ничего вне контекста меня вот это вот я в книге своей в главе павлантай завершает матрас восприятие туда описывает механизм ловушка йога ловушка видящих что они в эту попадать свободу и там парализован если ловушка скажем высокого уровня ловушки у нас таких нету но на востоке и знали первое там лая это ловушка благости вот не очень многие христианские святые висели то есть в свет и в свете как благости ты в экстазе ты в любви и ты думаешь что это есть бог вот этого цвета осетки просто объект короче вичи отражать даже до вичи уже дошел вот этому что уже в конце это лая и не есть йоги которые там годами сидят в ней когда-то тут экстаз такой небольшой детский там перед цезарем это твой это любой монах по 10 раз на не испытывает и продолжать практиковать потому что вы понимаете то что так это прелесть христианство называл вот этот я тишину испытал ну и что что из потасутана понадобилась твоя тишина а даже если это тишина то кто ты в этой тишине все выяснил кто ты вот из этой лари из этой благости когда он людей там слезы там все этот экстаз позже что делал и паник это хорош медитетом спроси кто ты иди дальше иди за экстаз иди за сверху и христиане идите за бога этот тьма и свет вышел это не бог не забывайте об этом бог за свет и за свет как ты хочешь забывай что кто-то идти тебе даже небольшое дает этот сад или экзальтацию эмоционально тебе уже больше ничего не надо я купили на обычную экзальтацию все мой поезд завершён все я ловушки описывала ловушка светлая в лагости следующая ловушка видящего она еще более тонко еще более базовый то что вечерна ты абсолютно свободен эти девочки очень чем надо менте вообще не касается то есть ты просто не смотришь и понимаешь что все здесь происходит я не может затронуть никогда цвет еще то что мы говорим о структуирован все светли опять могу собраться в личность этот мальчик как там рамзи говорит то есть там и бог того человеку а из видящего вы уже не можете по собой вне пределах мальчика вы извите чего видите как вы то свет проявляется да как ваши переживания то личность то вы целое того и вам порш по барабану но очень тонкое чувство какой-то незавершенность не завершён что есть разделение я не я вот этот не я понимание что то что я вижу вот это практика то мы делаем понимаете я не это я не это не это она с одной стороны хороша потому что выводится отождествовать за основной для только форм программирования наш когда ты действительно будешь не этим я придется потом скажу что я и это тоже получается закон отрицание отрицали мы движемся по спирали и когда есть практика становится для меня очень глубинная она будет меня глубина шоком путем будем эти найти нет 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 я два года просто понимал что я себя продолжаю этой практикой ну как бы не позволяю завершиться процессу таким тонким процессом отделения дать мне дала свободу не дала полноту и когда вы смотрите на йогу вторым гималайский который в этом состоянии находится то вы видите что они но видно что не от мира сего но у них нет вот этой вот как бы теплоты и полноты и мастера под святом есть любовь но он любовь может дать они очень популярны святые они дают любовь хорошего таки энергии но в них нет духа ни отсюда нет 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 этого чувства что они запредельного они очень просто и свету но не не из непостижимости и это чувствуется святых но который потус ведь в благости такие белые есть йоги йоги а у них это непостижимость запредельность потому что они живут в этом пространстве не не мира не не мира форм они там живут на у них есть вот это чувство как бы отстраненность слишком большой холод никто то есть если вот у пьё вы придете в таком как красить пасти он вам даже может хлеба там не подать то есть вашей длину никто то есть он просто свидетельство умираете будет смотреть возможно так а сам понесет она себя будет так же смотри-ка умирать то что он плохо относится он и свое тело также смотреть когда будет там убивать или еще но это вот это состояние а и когда есть завершенность то то что в вашей вид на царгодате то есть это станет это запредельно стране меня не от мира сего-то еще люди и в то же время теплота святых святость от них любви соединение вот этот закрылась на то что я не только видящие еще и видимое и более того я то что до этого это я как вот это честно я пишу концептуально сейчас естественно это все завершающие этапы того что переживается очень фактично очень фактично и это подтверждается энергетически когда это происходит то у вас меняется аура энергии течение энергии все меняется клетка меня шуток лет там недавно цепочки меняются от не просто слова явление которые происходят на тонком плане отражается в псих психиологии во всей вашей жизни и вот чтобы но у меня перед всем этим был период об инициации на детей святых 20 лет до точно показать всем очень много всего а потом в смысле от практики был и я понимаю что да если дам джи ну что таких рам джида а в монастырях десятки лет рекреализации путем методики то есть мы если взять статистику просто статистику если хочу выйти в лотерею это лотерея просветление лотерея то я буду играть по той схеме которая себя уже ну как бы радость я игрок а вот эта схема монастырей обучения мастер-ученик так эта технология она себя но во многом показала более эффективно чем просто звук ты барабку раваны и там перед боя назовите меча людей с которыми это произошло в кабаке вы назовете там два-три а если он нашу перечислять имена линии патриархов или тибетских линий передачи призом десятки и сотни имен посветленных которые пришли именно путем практики передачи там процессов поэтому да это бывает то есть кто-то не бывает да но если вы игрок то если вы не просто балуетесь а цвет хотите выиграть то вы возьмете ту историю которая наиболее показал себя практичный а это история все-таки вот практика без мастера без контакта с мастером она не стоит рамзы и там мадухар и собственно цели они на самом деле завершают пирамиду процесса они не занимаются всей пирамиды а сет на верхушке и ждут готовых клиентов они не озабачиваются тем чтобы подготавливать не я бы с ним не согласился к нему приходит кто попал и иду в хозяйке тоже вот его его подход его подход рассчитан на тех кто придет в достатке рассчитан как вершин пирамид на приход не кто попал и с этим не поспоришь здесь объявление и есть заплатил все пришел поэтому вот ко мне приходят только те кто достатке могли сказать тибетские мастера которые когда наступ попасть нужно было пройти много ступеней посвящения или тебя здесь раз проверят твою мотивацию тут такой в качестве находится так вот такой мастер мастер ко мне приходит элита а к ним приходит толпу они с толпой говорят и говорить о том что мое учение а он говорит в прочее предназначен для многого людей понимание но вот это уже кто про кувакасу много она предназначена но если я пришел человек который только с базара пришел зачем ты мы только не говоришь если она предназначен для тех а что он видит вот поэтому мастер может он видит на несколько ничего не делать ничего поэтому высшую повышенную ну кто хочет они сна также я просто описываю что я вижу без своими глазами что-то иногда превращается в театр как он когда подъезжал до пола там есть и человек их начал бить просто они трястись начинали и чтобы хоть как-то это для ума и общественности обвесить и придумали кундалини вот так удаление которая привоз была она была кундалини которая случалась а потом что вот только до них уже мы делаем просто крест на смысле как практик она видишь и такая это не плохая практика но просто выше в кульминации это практика она сама тебя делает не как и там все для пранаяма не рождались у йогов самопроизвольно то есть у него это внутренние изменения кто меняли дыхание там было и тело принимать позиции антон изнутри до создавала внешне а когда никто что-то новое внутреннему да я не могу показать я просто показывал ту форму когда соответственно внутренним состоянию и весь процесс обучения йоги он обратный если и первые мастера они изнутри создавали внешне то обучая они от внешнего попытки получить внутренние переживания так вот и то он даже он не игнорировал практики припишись и таланте говорить он как оратор был то есть он сильный энергет был да он мог этим ограничиться он был гениальный оратор и умный очень он мог этим ограничиться разговорами и он все равно понял что без подачи не может любить и он пришлось на все возможные подачи собрата терапию тебе все еще компилировал что-то считать генеральный подход используя все что может быть используем вообще потому что вероятность удачи минимально поэтому ты не можешь дарить ничего вообще не обязательно это не гарантированно немножко не гарантированно но может быть тут надежда вдруг свободы начали я считаю что это подходом наиболее постполный другое тело которое не так подготовлено а у баксикара ведь спокойно просто он ведь легкость ощущал по-разному что вот так что но по статистике говорят 9 из тех из тех десяти которые из 100 выжили из них они говорили что будет и так страшно если озарение это может умереть человек могут кто вам это стал и он как на уши там значит ваш как бы учитель не из того места говорил то есть не из пустоты когда вы чувствуете мастера если вы себя чувствуете мастера то вы то что говорит вы слушай баба это ослиная задница так же под указом серьезно относитесь тем более мадуканка почти что если перекрыть букву поменять звучит по-русски а вот сейчас про его я вы сказали что такой как его и вы же тоже как бы сменялись ну я говорю нелегко быть просветленным выгодить и случилось то есть он как бы но я не знаю что там все произошло что он не то что позже никогда не говоришь что на посвятение закончилось таки если ты его действительно слова на войсковывать к мая вернулась да уходил я вот так уходит она у меня знаете когда так вот про оша сказали мне казалось, что я как бы чувствую, что у меня наносит. Мничное оскорбление. Я понимаю. Вот Ренс в этом, он в мостах, он любит. В Кольдёше тоже был ничего. О чем его спросить, он все это опошли. А Балсикар там чего-то когда-то выгнал Дэвида Керса. Там же куча всяких таких. Дэвид Керс так очень интересно это уже описывал. Какой случай там был. И потом еще был случай с Балсикаром. Когда затрагивается какой-то для вас значимое имя. Какой же он в конце жизни? Он выходил и привел свою аудиторию. А там евреи в 30%. А это уже в 87-м годах. Все продвинутые, медикирующие все. Там говорят, ну что, евреи. Вы все еще евреи. Когда я, говорит, чек-постер немцев, и все радовались. Когда я в общем тупые, поголовые. А теперь что вы? Вы все еще влезете. А вот я считаю, что если вот святого... Я считаю, что хороший ученик, мальчику тем же платить должен. Надо их так же подкалывать. Что они будут делать, негодяи? А то они всех любят. А попробуй, ну как так поговорим? А твой пунзи вообще был развратник там. Ну скажите им, что это такое. Он на вошь, а вы на пунзи. А, кстати, я не слушаю. Не надо того, чтобы бодаться. Не надо бодаться. А надо того, чтобы посмотреть, что он будет делать. Да, ты твой ученик кого вообще? Ты сам-то не бойся бабник. Вот, сиди, штрафку ходишь. А, он не скрывает. А мы же любят всех. Ну тогда, вот не надо сказать, что обозначить. Смотри, что он будет делать. Вот его ученики будут листить, когда видео будут смотреть. Это записывается. Это не я только на видео, только меня ко мне в языке дают. Надо вас еще застричь, чтобы не все это были. Я читала вот оскорбление святого. Это значит, когда христиане говорят, что я оскорбляю религиозные чувства. Никто не отвертится. Оша говорит, что это за религиозные чувства, которые можно оскорбить. То есть вы не можете святого оскорбить. Если святого можно оскорбить, то ее святость под большим вопросом. Поэтому мне всегда... В венах же было написано. Чего? Я лекции слушала это слово. И там говорит, что одна святая, которая все время святое имя произносила, пришла на лекцию, говорит святого. Этот святой не понял и сделал ей замечание. И потом после этого его жизнь пошла, значит, вообще и умер, и инкарнация. Это две доткры. Это досунулся в лекции. Святой что-то там не подашел святому, и все. И все, и все, и все. Вы у всех святые сразу. На это так, с писанием так сделано, чтобы сплотилось людей. Чтобы святым только деньги носили. И садик не задражать. Святые специально такие писания и написали. Ну, такие особые святые. Чтобы легче жить. Вы не все, что написано. Там есть зерна истины во всех писаниях. И в Библии, и в Коране, и там, да, везде. Здесь, но есть много чего написанного. Вы знаете, что было 26, Евангелие, 26. Еще в 4 веке, в Евангелие, в Евангелие, в Евангелие, в Евангелие, в Евангелие. Описание 26, Евангелие, в Евангелие. И потом был собор христианский. Они прочитали, что 22, никому знать не надо. Пожалуйста, в костер. А вот эти 4, мы с ними поработаем. И это будет рабочий вариант для масс. Вот это тоже сейчас читают от Евангелия. И говорят, святой писание. Как у них святой писание? Вот эти Евангелие сейчас находить. То есть, от Фомы, там, на Мертвом море, в свитках. То есть, Есейское Евангелие от Есеев. И там совсем такой Иисус. Он там и в Индии учился. И он там практиковал. У Есеев с детства они его воспитывали. И это практики были. У него эти ситхи, низбухты барабки, что он сын Божий там, длинародный. Он практиковал с самого детства, с младичества. И вы даже, как говорят, зачинали, ну, естественно, не святым духом. Какой-то Есей путем тантры с Марией. А Еосиф был членом Есейской серии. И ему сказали, что ты будешь присматривать за этим мальчиком. Он не твой, запомни. Это мальчик зачат определенное время, период астрологически. И определенными процессами. И у него будет определенная, как бы, энергия. И мы будем использовать для того, чтобы он потом это все сделал. И его с детства, он говорит, ну, ты его будешь прикрывать, как отец. А он, послушайте, а вот это в Есейских всех писать. Так кто это знает? И то, что он потом в Индии, там, с небецами, там, участвует с Брабаном, то есть это, веду и все сейчас в Сити. А нам, собственно, подносится к такому. Громче, громче говори. Энергетический сгусток, входящий в женщину. Ну, непорочное зачатие. Нет, есть такие варианты. Есть и можно как угодно. Это вообще христиане своровали идею непорочного зачатия у более древних школ языческих. Все, как бы, этих пандавов непорочных зачат. Они говорят, о, это Дьява Мария, это Иисус такой уникальный непорочный зачат. Да все пандавы непорочные зачатые были. Они просто эту идею непорочного зачатия, ну, такой процесс. Материализация и космическая энергия. Это все не сильно, да? Да даже обычное зачатие, это материализация космической энергии в Тернице. Я не пойму, в чем ваша принципиальная разница. Просто второе, может быть, приятнее немного. И порочнее. Как еда какая-то. Там много витаминов, но невкусно. Круто, но, а, конечно, все прикол. Вы сказали о классическом сидении, вот, медитации. А я себе смотрела, что на скуде тоже можно, вот, не классические. Какие способы есть сидеть еще? А, не классические, а все остальные. Нет, ну, это же не на стол, вот, допустим. Не, сейчас самое классическое, это, по-моему, лежать на диване. Самая классическая техника. Виндус, американец и англичанец сидят за столом, сколько ног под столом? Быстренько. Не одну. Одна. Американца на столе. У англичанин нога на ногу. Три ноги. У англичанин нога на ногу, виндус они на стуле, а у англичанин стали. Сумиран, ну, вот на стуле, допустим. Что на стуле делать? У англичанин. У англичанин сагон. Сидеть, индикировать. Сидеть, индикировать. Не, ну, можно, смотри, чьян там сидит, пряменько, спинка пряменько, ножки там. Ну, не, такая. Ну, это, опять же, поэтому, если говорить о состоянии ума, то, если у вас опыт есть, зрелость в медитации, вы можете хоть на голове стоять. Но, если говорить о энергетике, о соответствии, о качестве вкуса энергетического, то вот эти позы, они наиболее вкусные, действительно. Они наиболее расслабляют. Ментал, дыхание расслабляется. Но, скажем, человек, который уже опытный практик медитации, он может поводом медитировать. То есть, в любом положении. Но, с другой стороны, они же произошли тоже от тех пробужденных, вот эти классические вот позы. Будда так сидел и выгодит сиденье. Ну, от йогов, потому что это люди видели, как течет прана. И они видели результат этого течения прана. Это чисто наука. Нет. Вот когда случилось вот это, да, так, осознавание, то у них тело приобретало... Ну, это тоже, понимаете... Расслабленное положение. И от этих, от каждого взяли вот эти классические. Ну, частично так, да. Но с Будды это тоже, что он так сидел, да. Ведь Будду 500 лет не делали из-за вояний Будды. Что он за предел. А здесь 500 лет, а они начали его заблажать в позе лотоса. И все стали... Поэтому сидели так Будда, да, и все нога на ногу, никто не знает. Ну, вот, и все так делали, и кто достиг Бога, и достигли. Ну, вообще-то надо... Это вопрос, смотрите, опять, не буду сидел, или кто делал, а вы попробуйте, если не делайте, вы просто почувствуете разницу. То есть эта разница не теоретическая, а фактическая. Какой, вот, что мне есть, да, что мне есть. Здесь такая, нет, такая. Но вы ешьте и наблюдайте, как вы чувствуете себя. И вы подберете свою, сути, уникальную диету. А если вы будете, мне не на ощущение, а ведь, вот, на книге их миллионы, вы не сможете найти еду. Ну, так и с этими позами, то есть, смотрите, что происходит. Я сейчас убедила, что это самая лучшая поза, потому что мы с ней так сидели. И это был эффект после всего, мы на себе это попробовали. Потом к нам приезжали, вот, как бы, такие небольшие мастера, можно так назвать, они нас на даме пострияются, подшумчивать, ой, вообще, вот, не сидите, стройте себя Будд. И мы, я стала стесняться, действительно, если я не Будда, я строю себя. А сейчас я убедила, что это мне подходит. И действительно... Так вот, вот это вот начало того, что вы начинаете следовать себе, да, а не другому, вот это вот начало... Я не стесняюсь, это же мне подходит. Я была убедена и в этом, но я думала, люди скажут, строят и себя. А сейчас вы будут подтвердить то, что я хочу. Это значит, что зрелостью. Что зрелостью? Что вы, наконец, можете хоть сесть, как вам удобно. Я уже убедилась, уже даже тогда думала, но во мне еще будет элемент, что обо мне скажут другие. Ну вот последние как-то вот... Все-таки встреча с мастерами тоже бесследно не проходит. Мы видим, что именно нас плевать, начинаем плевать на них. Этому они нас и учат. Мы все это в самом себе. Да, в самом листинской обществе. В этом смысле... Что люди скажут? Про памятник, да, он учить следовать. А мы все очень следуем себе. Ну, Карл же говорил, Ренс, про Махарши. Что вы, говорит, отстали от него? Он говорит, да вам вот эту магитацию. Оставьте меня в покое, просто сидите в медитации. И все. То есть... Поэтому же не мешайте, ведь не могут. Они надо высмеивать что-то, чтобы люди слишком серьезно в этом не были. То есть важно не то, чтобы бросить что-то, а просто не делать из этого вот этой амбициозности, я такой, я сижу там, или серьезность, такую выделить свою. Это они высмеивают. А если вам удобно, то не делайте кого-то что-то тоже. Это идет, это ваше. То вас нельзя высмеять, понимаете? То есть кого вы смеете-то? После этого. Ну, так же можно высмеять. Нет, и адвенции надо так. А что он сидит, все, идует пипсикол? А, у нас воды же здесь. Воду. А, ну, то воду, то пипсикол. В России пипсикола плохая просто. Так, в Индии, в Индии, они там сидят, пипсикол пьют, там соки свежевыжатые. Тоже, ну, надо так вот заморочиться, все дети пипсикол пипсикол пипит. Там соки, ну, прекрасно. А это схемия полная. А может, ему как Оша диетический кол подбор? Какая разница, она больше с витаминами там? А Оша бы не пил. А вот, да, насчет пищи. Уже есть питание, да? Скажите, какая разница? Если уже человек прочитает лену, все, он уже, ему разница. Он может есть пиас? Может. Ищущий, не могу себе позволить. А я не этого посветлею. А я нет. Вот посветлею, думаю, посветлею, начну. И не хочется. Со стаканом воды история, что ли. Да, да, да. А ты не хочешь? Умираю, не хочется. Сушевой камень погорел. У меня он журам говорит, барашка, барашка. А вы не ушли? А не хочется. Не ушли? Да. Вы? Не хочется. Такое не хочется, не хочется. Прогорел. А расскажите, как вы питались? А что, не видно? Да вот два дня. Ну, я рядом не сидела, извините. Я сидела. Все же со одного какого ели. Все же со одного ели. А вот он и не ел. Кого? Кого не ел? Никого не ел. Лочь вчерашний. Ел? Ел. Да, это все зависит от контекста. Кухня не стоит на месте, как и жизнь. То есть, в зависимости от ситуации. Там дома я с Оргерами, у меня одна хотела кухня. Ну, дула какая? Женские вопросы, прощения. Ну, фрукты, овощи, там, крупы. А, у тебя броды, у тебя нет. С колбасом? С колбасом? Ну, под настроение. С колбасом? С колбасом? Нет, с сытом, с маслом. С колбасом. С колбасом. Мокомал, ну, этот мой род, разнослышки. Он очень много, с такой праздником питания. Мы еще, и как-то мы на этом встречались. И он сидит, где-то морежки какие-то. А эти бутерки. Например, смотри, печально. Он мне долго перероспитать пытался. Говорит, что Миран, это же, говорит, яд. Я говорю, Камат, у меня аппетит, не спортишь. Все равно, ты ешь орешки свои. Я говорю, у меня, говорю, ситхи. У тебя ситхи нет. Ты не можешь ядать. А я, говорит, я-то Андрис. Я говорю, у тебя тоже? И хорошее, ты видишь? Ты возьми, так с ним усилийся. Потому что он, он же, когда у него был такой, когда он уже рукой махнул, мы посмеялись над всем этим. У каждого, как-то свои, это расклады. Вот, но иногда я, допустим, на группах, я не могу искать отдохнуть. У нас энергия другая. И процессы через меня, у с вами, да, все это, поля. Я с ним могу. В основном, цукаты, может быть, орехи, тоже мед, чай. И, ну, как-то, все. Когда нагрузки, допустим, я в горы, выезжаю, если холодно, да, там, нагрузки, там, выхожу много, ну, там физиология такая. Вот, от этого могу и яйца поить, все, ну, не хочется, потому что, ну, это сгорает, у меня был случай очень интересный. Я с алкоголем уже давно закончу сеть историей. Я тоже дошел до завершения. Еще, все, от хороших лидер технического спектакляционного все было, и все было исследовано, как-то, и состояние были. Я в ноль просто напивался, то есть, ну, тотально. Я не хотел. Поэтому, я поставил, ну, что-то дает, какие пределы возможностей, когда я понял, предел, что я дошел до пределы, это оставь сам, он ушел. И пить переструктуру. Но когда-нибудь, мимо, ситуация, чувствую, хочу вина. Она домашняя была, так скажу. Я выпил литр сразу. А вина, а потом, что-то мясо хочу после вина. А потом, что-то, 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 что-то там структуировало. Не надо было, а то тут раз, и... Это главное все усвоилось. Когда ты ешь, ну, потребности клетки, она это сжигает. А когда ты ешь по привычке, или просто за счет для вкуса, то она не заходит девать. Ты нажрался, а она это, сейчас в шлаке, потому что они не нужны. Скурки, какой процесс? Надо есть столько, сколько нужно. То есть, мы же едим не тоже по этому. Клетка должна получить определенные вещи. И она должна получить ни больше, ни меньше. И того, что нужно. Поэтому ее переживать, то есть, не докармливать, смысла нету. Она больше в стрессовом состоянии. Так или иначе. Перекамливать, не другое свое состояние. А поскольку все это меняется, в зависимости от физиологии, нагрузки, там, времени, года, то вы не можете кухню, раз и навсегда себя выработать. То есть, единственное, что вы можете, это ввести контакт сознания, разума, этого света, с клеточным разумом соединить. Чтоб клетка, она говорила, с вами, тело говорило. И вы его слушали, и вы бы могла что-то давать. И все. Вот это вот, это самый высший галатаж. Ну, это привычки. А каким образом это? Привычки. Да, привычки. Чтобы привычка не диктовала. Да, чтобы привычку сломать, я что делал? Там, постился, голодал, диеты. То есть, я ломал привычки. Я давал телу опыт разных, разных, разных возможных вариантов. А что будет есть только овощи, а только фрукты, а только булочки. А что такое? Что будет в ответ говорить? Ну, чтобы клетка поняла, когда мы едим, допустим, смешанную кухню, то, если нам плохо, мы не очень понимаем, от какой у меня ингредиент там. А когда мы едим чистый ингредиент, то мы в чистом виде, клетка понимает, что значит яблоко. То есть, это творчество. Это творческий процесс. Конечно. Удивительно по-творческе. Там чистки эти, там тоже интересно, там все чистите, там то-сё. Пишите, там шаг пошла на лавну, там потом печень, там арбузики, там все это классно, весело. Я много таких, чтобы делать. И ты начинаешь тело чувствовать, как что-то, ну, живое, с чем-то взаимодействовать, как сознание, как если после себя, а ты понимаешь, что там процессы, и ты их чувствуешь. Я все время очень много этим занимался. Но я дошел до 1. Когда я понял, мне не надо искусственно ничего делать. То есть, я сейчас ем то, что хочу, не, конечно, башни, не травлюсь, не приедаю, никогда практически. Еще интересный эффект, который возникает со временем, начинаю считывать полевой состав пищи, как она звучит. Вот я подхожу к витрине, допустим, там 10 видов сыров, там 10 видов каких-нибудь выпечки. Я постою, мне не надо пробовать. Я настраиваюсь, и я понимаю, что моему телу, ну, она как на племблуду, мне воскронит, это тебя ходит. И она понимает, что вот это вот я хочу, сейчас вот этот сыр, там или вот этот, там, да, вот этот продукт, вот это. То есть, вот удивительно. Да, не надо пробовать, ты просто, просто, разностраиваясь, и ты понимаешь, тебе надо. И вот это, это можно найти. И можно, это дальше двигаться, но это нужно уже, если интерес к этому есть. У меня просто интереса хватало, например, для меня практики, такие как кредит, там, всякие изменения сознания, они просто как бы не, сейчас мне вопрос, как, знаешь, это делать, чтобы реализацию получить, а сейчас мне просто нравится, это как хобби. То есть, это, у меня какие-то вещи остались, и я с людьми переживаю, когда более длительные семинары, мы там кухню выстраиваем, надо режем дня, какой-то там, мы больше цигуру делаем. И это, как такой процесс, мне просто интересно. Это не для чего конкретно, но это многообразие жизни, объем. Мы же можем жить в большом объеме жизни, переживания, очень тонкие, красивые. А мы можем такую семинацию? Ну вот в следующем году мы подумаем, там, с Журомом, на две недели почти, в ущелье. И народ, может, всякий интересный приедет, там, на такое событие. Необычное. Ну, как раз в камеру можно объявление сделать. В камеру объявление можно сделать. В интернет потом закинем, пусть слушаем. А в интернет вы должны собраться, и только приглашение от... Да, сами. Народа. Северной Осетии, всей России. Welcome. А типа фестиваля, да? Тоже хорошо. Типа фестиваля? Ну, я не хочу фестиваль делать, потому что там на фестивалях много хаоса такого. Я хочу сделать именно в таком режиме более строгом, может быть, ретри, там, цигуны, там, твенок, сатсанги, и выхода по местам силы. Такие, когда, если такая тема, многие люди им лениво заниматься чем-то, постоянно, а вот когда ходишь по горам, в пране, и на таком чувстве голода, то там очень много сжигается грязи, и эмоционально, и физически. Я сейчас такие начал делать процессы с людьми, в Индии, в Крыму, здесь можно сделать. То есть, это в хороших, чистых местах давать нагрузки, и при этом не переедать. А потом еще структурировать эту энергию в каких-то, ну, скажем, циклических вещах, типа, там, цигуна, там, какие-то, социклины. То есть, ну, как бы структурировать эту жизнь, не просто ее проектовать, а еще хоть матчей сделать. Вот. И тогда вот у вас возникает совсем другой объем переживаний жизни, себя и всего. То есть, это самое минимальное, что это восстановление просто здоровья элементарного, ну, и физического, там, физического, все остальное. Это просто первый шаг, который... А дальше тоже сверх. То есть, это уже сверх какие-то вещи, не ради того, чтобы выпендриваться, а просто красиво. Потому что, ну, как бы, хотя ситхи там, надо тоже высмеивать, но опять, как правило, обывателям любят смеяться не так всем. Ну, ты посмотри, как ты живешь, просеночек, в комокке, и как эти йоги живут, да, что они путешествуют, они в этих мирах, они чувствуют прану, они пьют эту прану. То есть, то есть, ты тоже гоняйся с удовольствием, но твоим удовольствием они дальше бутылки А у них эти чувственные переживания, это целый мир многомерный, да, в шести мирах путешествуют, там, с божествами. Я ночью практически в теле, у человека открою, и я, когда возвращаюсь в тело, ну, в энергии в тело, я сюда приношу, вот в это измерение, состояние просто сакральности, молитвы, экстаза. Ну, вот на физическом уровне. То есть, у меня тело, оно полтора-два часа просто наполняется, вот, амритой, и если это можно делать, почему это не делать? непонятно. Если человеком можно подвести к этому, что он может выйти в какие-то измерения, потом это свет сюда внести, в наш мир немного, то почему тебе не заниматься? Это вот по этому теория, что ничего делать не надо, и все эти ситхи, то все фигня, а на фигня, когда-то выпендриваешься. Можно и свои нищеты кичится. Как я пришел диагент к Платону, а у него там, хороший гордынь, он в бочке жал, и он грязный, и на чистый ковер, на платону скинул. И насят по нему ногами шлепы, попираю гордость Платона. А они его мастером были, они поняли, что они-то, понимаете, дурачились. А потом у него, другой гордостью. Тебе гордынь, что ты богатый, тебе гордынь, что ты в бочке. Грязный, попался, пришел грязный ногами, на муках, он. У тебя своя гордынь, смотри. Я это долго так в шпильки вставляю. Поэтому... А вот вам бы хотелось совсем не есть? Ну, не езжай, сука, удовольствия. Сколько денег есть, надо есть. Сколько денег нет, а может нас до социализма трехминутный. Просто эта энергия солнечная, она проходит трансформацию через почву, растения, животных, сочная энергия. То есть, когда я ем кролика, я сенсиед. Просто это солнце прошло определенный цикл трансформации. Но ем я солнце, всем и солнце едим. Поэтому кто такое, что такое. Их тоже есть надо. Когда облачного, у него голодание. Я сейчас ролик посмотрела, он трехминутный. И там нашли в Индии йогу, который более себе 10 лет вообще не ест. Его в клинику поместили частного. И воду не пьет. И воду не пьет, в туалет не ходит, вообще ничего. И вот за ним камерой наблюдают. А ему все равно. Мозг 25-летнего мужчины, 82 года, старенький. Но если говорить о долгожительстве, долгожительстве, такая цель есть. Есть, надо в машине долгое время. Мы все хотим менять машину. Зачем ездить в одной? Прыдует. Модели совершенствуются все время. Была обезьяна, сейчас уже получилась. По предпочтениям. Кто любит в одной модели ездить, надо ухаживать. Бензин заливать нужно, а не 76-й из паленой заколонки. военные заинтересовались им. Как это, если какие-то будут боевые действия, чтобы не есть столько времени. они сначала пусть заставят воевать, этого йога. Посмотрят, он вообще способен воевать или нет, а потом уже его стараются применить. заинтересовались методом. А, ну методом, только не понимают, что человек воевать не будет. Метод интересен. Знаете, все структуры силовые и политические, они всегда интересовались магией, Гитлер, Сталин, и они интересуются определенным уровнем людей, сроссенсами, Джону приглашали, знаете, все эти дела. Но они никогда не приглашают мистиков, потому что с определенного уровня сознания, если человека пригласить, то есть эти люди, то есть определенные качества ситхи, они возможны при прямом уровне самосознавания, которое не позволяет насилие, ну вот так вот, и работа на систему. И они это знают, поэтому они ограничиваются всеми холдунами, экстрасенсами, четыре шушек. Но эти планы просто не пересекают. Эти планы не пересекаются. И они пересекаются, просто на прямом уровне ниши не может уже омрачать выше, выше она правит балку. И ниши стараются, ниши может стараться если огрызить, оно же должно существовать? в этом сострадание источника или принятие. То есть принятие, которое позволяет быть всей полноте того, что мы здесь видим. Это не то принятие, что я тебя принимаю, могу не принимать, или тебя принимаю, не принимаю, все фигни. То есть только жизнь сострадательна, тем, что она позволяет случаться здесь. То есть она как раз в этой пестроте жизни происходит. И она по-своему это здорово, что она пешная. Трагедия возникает тогда, когда мы за этой пестротой теряем понимание этого единого начала, этой пестроты. И тогда эти фрагменты сейчас сталкиваются, потому что они не интегрируются в фон единства. То есть видите, фон единства, и пестрота будет формой наслаждения, а не формой борьбы, что он другой. Если бы мусульмане и христиане видели, что фон, с которым расчет мусульманское христианство общее, то не было повода воевать. Они же не видят фон, они видят только концепции, как некоторые ветви уже, и сталкиваются концепции, взгляды, религии. И это будет до тех пор, пока люди фон не увидят. То есть нельзя чем сказать, что христианство и мусульманство едино, просто на словах. Он согласится, но потом пристрелит в кого-нибудь. Потому что это очень поверхностно, это разделение гораздо сильнее, это срам. А теория о том, что все мы будем жить мирно, все говорят, да-да, будем жить мирно и копят оружие, можешь бояться. А когда ты знаешь фон, ты без страха живешь. А то, когда ты живешь без страха, ты можешь не создавать войну. А ты не можешь без страха показать, чувствуешь себя деленным. Это принадлежащие какой-то секторе, религии, я и чужие, они чужие. Все это страх. Никуда не денешься. Как бы ты себя не убеждал, каким-то хорошим человеком или человеком не был, будешь копить оружие. В какой-то момент может захотеться все это мясо, потом вина, потом пузырь, женщина, потом поймут. Кому? Чему-то без нару, без нару. Но даже если это будет война, это будет большая развлекуха. Да. То есть это способность праздновать даже войну. Но люди не могут праздновать то, что делать. То есть вопрос не в том, что не надо. Праздновать. Понятие? Внутри каждого живого существа есть стремление к счастью. Есть. А не надо это наслоение, которое выкликнет от стремления. Не надо вам будет тогда, когда вы будете счастливы. Если вы не знаете какой-нибудь постулат, что все, что со мной встречается, это я так хочу же не надо. Нет, это не работает. Это можно так и себя убеждать в этом. Но это гипнотизирование. Это такая так называемая позитивная аффирмация. Вы можете глинить какую-то аффирмацию, это есть такие, тут фильм секретный просто, и бубльник позитивную аффирмацию. Вы можете на какое-то время загипнотизировать. когда энергия гипноза кончится, вы будете в том же дерьме и так же у своего чувства с которым вы начали аффирмацию. Я вас убежден. Вот это вся эта адвайта может стать позитивной аффирмацией. Все случается, я ничего не могу сделать, все хорошо, я и так вся Индия, вот на этом Индия погорела. Сегодня они живут свиньи. У них там дети тохнут, а им не плевать, потому что все воля божьей. Ты пойди туда сделай прививку или хотя бы руки помой перед едой, так и все воля болит. Вот у меня не случилось сегодня руки помыть. Они поняли Адвайта после интеллектуальной и превратили в маразм полный. Мы можем садь Индии через 20-30 лет с ними Адвайта прием такой молодой. Но такие же есть будем. Нам чуть надо быть ни медицины, ни технологии. Будем жить в грязи говорить. Там ничего там следующая жизнь или это все так должно было быть. То есть я что увидел что никто действительно знает Адвайта знают Адвайта ашрамы в Индии вы можете приехать действительно мастера куна там там чисто там красиво там цветы там не помойка это сознание кто структурирует среду оно не должно быть оно откликается на жизнь и этот отклик это не пессимистическая пассивность это отклик активности света и в таком контексте да все случается но случается красиво а если в контексте после теории что случается то мы превратимся во что они с этого начали поток идет надо разум активизировать ну как бы надо мне это нравится но я это буду делать мне нравится ашрам в пуни мне нравится помойка вокруг ашрама это просто мой отклик но это не сравнение я знаю то что равносно относится к помойке кунь это я знаю во мне есть не только это и не только это пустота которая на все смотрит да и не ваш не вмешивается мы же многомерны вот на уровне пустоты вся теория что все происходит это указание на видящего на пустотность но дальше есть свет это свет то что кришноморти и ложь название разумом это свет разума это часть жизни мы не можем делать вид что этого нету во вселенной и есть если мы будем делать весны с только пустота это ум который разумо течен то будет просто пустота глядящая на маразм внешней жизни а что делать с этим прослойкой света который разум почему бы не включить обычно делается на свидетеля да он не вмешивается но между свидетелем и умом есть света бога и христа мы христа после задвинут получается куда вы тебя задвинут если мы задвигаем из это платим чем платим вот тем чем платят невежество тем чем платят восток что там есть сотни йогов да она вот голодает а вот бедствует так и население будут как мухи и что эти йоги делать они просто взяли иначе свидетельствует они они были не вовлечены чем не нравится мастера видно что они вовлечены то что делают но у них есть любовь которая делает они даже вот у любовь не вовлечены на любовь есть а если я просто свидетельствую а любовь а мне пассивно все включено все включено количество так получилось но потому что эти концепции они имеют как обойдутся оружие то сила это учение то сила ядерная энергия да мы получили доступ к себе что вы сделали атомные станции которые нас обогревают и атомные бомбы учение сакральное это тоже сила она может полностью вашу жизнь размазать вообще вновь стереть вас и может вас возвысить что сила когда сталкивается с учения почему его давали только достойным не потому что они жадные были они экспериментировали в египте если вы дать людей не готовых и выводить их из тела там светло они просто с ума сходили и умирали или начали не доклада себя вести они не то чтобы вот мы этому дадим этом не дадим они кого были всем давать и получит поэтому всем говорите а вот это троица которое имя которой там просто произносили и стоит узнать до иисуса прекрасно и отца и сына и бога него все знали никто так не пытался договориться с чем не вставка и что вы что будет неизвестно я что если позитивные вещи что те люди которые были но в толпе оказались апостол там достойны но из этого возникла инквизиции зато возникли все эти религиозные институты которые подавляют под обращать поэтому эксперимент иисуса да он имеет две стороны и вы когда сталкиваетесь учения вы должны понимать что вы играете силой это не то что я сейчас поиграешь с вот этими книжками с этой йогой если вы действительно чуть-чуть глубже войдете она уже будет с вами играться если вас не хватит понимания мудрости и опять какой-то может быть человек который будет вам одет это может просто на многие жизни на многие жизни разрушить все ваши вообще судьбу и месяц есть люди мне не будут в этих местах я вижу эту почему же не все так ну просто все как группу просто определенная группа людей и все очень то есть мужья пьяница дети наркоманы уголовно прошли а если взаимодействию то есть очень тяжелый судьба очень и место еще я потом как материя они просто ученым одном магии заниматься они играли силой а если ты сделал ошибку скажем но на этой энергии это одно носите магическую делать какие-то вещи будет аукаться еще долго я поспорил что они просто потому что они интересны очень они меня чувствуют как маки такой а судьба очень сложно но сразу а собственно эти которые чувствуют свет а другой стороны так тяжело вот они сейчас я увидел что это просто вот люди неправильно обращались с этой силой это очень красиво с ним нельзя так вот спонебрация отрибут уважение молитвы и благовения только тогда можно а если нет и участвует время в этом смысле уникально что число опять выбор машина в мир сейчас это 2 это всегда тибетские мастера джакчен это все еще стала доступна через книги видео после толпе что из этого получит никто не знает этот если в этом мои блага в чем-то возможно если прошу еще не так просто и древние сообщества все это очень хорошо знали они на этом сели собак занимались афлантида он развалился неизвестно чего психическими силами переэкспериментировать так они же выжили часть из них часть в египет пошла часть клинком и они все это предупреждали почему-то сохраняя школа и все эти сообщества эти институты и сети лаборатории еще это очень много так и потому что они это говорит что ребята надо это делать вот так и как это а потом конечно салка лампирована как обычно что-то вырождать черный момент поэтому вы все это должны если вы ищущие вы должны понимать вообще из чего среди самая большая сила вселенный ум и энергия сознания то есть не нельзя подходить просто как мы подходим там а я в кино схожу а и на социал сходишь и возможно жить в прежней не будет представляешь понимаешь поэтому ноги не попасть и зала почему не попасть на него потому что целая сестра и что попасть на посвоим если вы с матем встречаетесь снимать настоящего скоба жизнь будет до и после если вы цветная кабинок уязвимы и это ответственность кто знает ответственность вы отвечаете за вы как сознание отвечаете за себя не как человек и не нашли не отвечаете вас как личность как если у него как свет как света христос вы отвечаете за все что есть происходят пошли вы создать вы засыпаете и вы просыпаетесь и вы забываете отца и вспоминать вы за счет отвечает на это обращение уже к свету в человеке а можно обращаться к личности когда другой язык язык был сикара чем не очень нравится он все время только к личности обращаются ты ничего не может с тобой все случается ты там смотри ты не делаешь он никогда не обращаться к свету скажем больше к свету этих обращался вы будда вспомнить вы отвечаете за свою жизнь а конечно говорит не этому механизму тела ума он света говорит но когда сосудом разговариваешь начинать надо привести в себя меня нет такой понравится они чмолить эту личность несчастный так зачморенная уже еще и еще скажу еще ничего нет не может а свет что будет отец продолжать спать и чудит лично зачморенная кто ничего не может надели чем поняла совсем если ты личность как бы поставил на место то перед богом разговаривать человек потому что не разговаривать с богом вообще с личностью но во многих диалоге замуж где-то он обращается на акцент сюда на личности а мне нравится акцент на сознании и вот тут включать лимит ответственности что это все кто-то делает если кто свет а ты кто ты свет туда себя и осознает бытие а видящие тысяч другой уровень он к.б. не вмешивается во вселенной но и отражает там нет не делать это вот он не делать светом все тут делает видишь ничего не делает а материя она то с чем делается материя сама ничего не делать то есть все происходит подчиненный поддержки свет он активный вообще делает а за счет ве чай видишь ничего не делать но с ним ничего не происходит его нельзя починить и мы мы одномоментно все это одномоментно нельзя быть чем-то одним только пытаюсь быть чем-то Потому что вы не только это, а вы делаете вид, что вы только это. У обывателя у него жизнь ущербная, потому что он думает, что он только личность. Он не знает ни света, ни свободы видящего. Но вы можете жить только видящим, и тогда у вас будет ущербность, потому что вы не живете светом. Это активная составляющая любви. Она будет латентна. Это будет не полнота жизни. Это то, чем мне не хватало в этой свободе. Это то, чем мне не давало покоя. Что я чувствовал, что что-то... Я все, мне ничего не связывает. Мне нажимаете к этому, нет, мне плевать на эту мать. Но я чувствовал, что чего-то выпускается, чего-то очень тонко. Как я чувствовал, настраиваясь на мастеров, которые завершены, там, лошадь, рамана. Я чувствовал, что что-то... Я когда себя с ними рядом поставлял, но чувствовал, я чувствовал, что в них есть что-то, что я не могу понять, чего у них нет. И когда это... Я понял, что сейчас у меня нет никакого ощущения, что есть что-то отлично. Что я у них не могу чему-то научиться. То есть мастер-камертон. Ну, безусловно. Для этого и приходится. Чтобы... Если ты думаешь, что ты реализовался, ну, как было в Китае, сходил к одному, к другому, к другому, к другому мастеру. Просто побудь с ними, да, посмотри. Потому что если человек более чистый, чем ты, ты это почувствуешь, если ты честный. Поэтому есть такая ловушка некоторых, ну, опять, и ищущих, и групп лидеров, что они в какой-то момент начинают приставать ходить, ну, как бы, к мастерам, или к пищам. Потому что тогда свой статус теряется. Да. Так чувствую, что я пойду. Вот, что я пойду и почувствовать, что на самом деле ты, ну, просто где-то еще фальшив. Ну, отдастся на эталон, чистого. Вот, и люди просто предпочитают не ходить. Но это этим людям важнее, опять, какая-то социальная роль, чем все-таки есть. Я всегда подставлялся. То есть, как только я, ну, предполагал, что есть где-то человек, который... Я группу делал, там, мягко, это своя была аудитория, я всегда подставлялся. Потому что у меня была тема одна, вот, ликвидируйте меня, все. Это честно. Мне это было важнее, чем какой-то успех, там, или популярность, или какой-то имидж. Мне это плевать. Мне было важно вот это. А я вижу, что некоторые люди, они ловятся на вот эти вот вещи. Он уже к мастеру не пойдет, потому что... Причем он для себя знает, что он... Им бы неплохо подходить. То есть, он любит еще вот это вот... Поэтому некоторые люди, кошки, с намутки, ходили втихаря. Мы очень популярны, мы не можем, мы им помнят, мы не можем это воспринять. Они реально, ну, не один человек приходит. Это не смешно. Я политик, я не могу прийти, или я религиозный лидер, я ко мне могу прийти, потому что люди не поймут. А вот Шестой им сказал, он когда в Америку переехал, к нему куча индусов прилетела в Америку, богатых очень, влиятельных, на Даршан. А он говорит, никого не пускать, всех вон. А они говорят, выньди, ко мне боитесь ходить, потому что они боятся лицо потерять. В Индии всех знать, что... А они идти в Америку, в Америке, в Индусе, народ не может в Америку придеть. Так они прилетели на самолеты, чтобы на Даршан ко мне. Все говорят, выгнать. Я знаю, что это за персонажи. Они не имеют даже мужества просто признаться в том, что они хотят со мной говорить. Я с этим людям не хочу. Вот в этом мне очень нравится. То есть бескомпромиссность пополнейшая. Деньги же прилетели. Всех вон. Вот это вот... Можно вопрос. Да, это последнее на грехе, да по параметру, что-то. Видите, как вот когда интерес живой, как энергия, можно... Я еще... Мне приятно, что вы, оказывается, Рамзи знаете, еще... Я тут думаю, вообще, не все такое дело, как в Кавказе, что-то. Что-то. Что-то встреча. Тут где-то и вошли сходят, и то, и все, и даже не Адвайка. Какая-то... Разность. Мне приятно, приятно удивлен. Издевай. Семерал, 50-й лица. Они у Руслана готовились несколько лет. А потом спрашивали. На самом деле, Мадуха, Ревсы, тоже мои люди. Это все подготовка. Готовим Российскую почву для прихода Мессии. Да ладно, какой вопрос? Вопрос о духовном мире. Что это для вас? Вот весь мир, который есть, вообще все духовно. Я сейчас говорю о тех душах, или дживах, назовем, которые не хотят здесь больше раздаться и духовно-духовно. Это не духовное состояние, это не духовное дело. Что-то хотите, не хотите, это плохое состояние. То есть, царство не надо помочь. Еще раз, домчик. Царство, небесное и духовный мир, это не синонимы. Ну, даже если это синонимы, то хотели быть там, не хотели быть здесь, это плохое состояние. А когда не там, они хотят быть здесь, на самом деле. Я знаю. Тут очередь целая на воплощении стоит. Я это слышал, просто я знаю тех, кто здесь больше не хочет. Это и сейчас не хотят. А когда они украшают, они их будут хотеть. Это такое устроено, что хочется того, чего сейчас нет. То есть, грубо говоря, никакого духовного мира нет. Нет, он есть. А есть ли там жизнь? И это весь мир. И дживы там есть. Это есть после миры. То есть, более, глубокий, низкочастотные и более раскочастотные там миры. И там тут разные возможности, разные законы. Но духовность, это не мир. Духовность, это состояние сознания. Это понятно. То есть, чувствуют по месту пребывания. Если я принимаю, если я могу принять тот мир, то место, в котором я нахожусь полностью, честно, да, не лицемерно, а лицемерно, а лицемерно. А лицемерно принимаю на все полные существа. Это делает мир духовным. То есть, сам себе никакой мир не духовен. Духовное качество существ, которые в нем живут. Это качество, это полное принятие того мира, в котором я нахожусь. Если от ад, значит, ад будет духовен. Потому что ад, это просто условие. Огонь, котлы, кипятки, черти работают. Это просто условие. А духовность сделаю я, потому что я не смогу принять их черти. Это будет сансанги давать. Значит, будет духовный ад. А если двое, там будут люди бессознательные и говорят, вот у нас крутой мир, а там внизу черви попрошатся. Это будет не рай уже, это будет не духовно. Поэтому боги приходили к людям, к Малорепе, к Будде, учиться из духовных миров сюда. Вот этому качеству, качеству равностности. Боги спускались к Мастерам, Кришна, Рама, у них свои были мастера, люди. Вашисты там, да, и другие. Это были люди, они не были богами. Но боги в человеческих телах не приходили на Даршан. Что-то понять о жизни. Это вот тут все, вот эти миры, они... Боги это существа с определенного плана, да? Ну и все, да. Единственное, что я могу сказать, конечно, вот если у вас... Вот у меня были переживания, как душа живет, ну, в теле души я... И эта память потом еще сохранилась, ну, когда я вернулся. Там это удивительно, конечно, пространство, потому что чем... Тольше частота, а частота душ, ну, атмические, это самое близкое к свету. И там прямое, прямое... Там нету, вот, кто Майкл Ньютон, кто-то спрашивал о нем, читал. Там абсолютно очевидно, что все вокруг живое, абсолютно. То есть там все вибрирует жизнью, там все живое. Там понятие, есть Бог или нет, и просто смотреть на небо, солнце, вы какие, есть солнце или нет, очевидно, что он есть там. Единственная проблема, что ты отделен от него, чувствуешь, да, ну, как душа. Но вопрос, если он вообще не встает, там не может быть нитрисийского подхода, что... Нет, нету. То есть там все вибрирует. Вот этим эти миры интересны. Ну, даже там, даже там. Ну, это здесь, это же здесь. Ну, там я, в смысле, другой диапазон частоты. Другой диапазон частоты. То есть в этом диапазоне, все равно, есть чувство отделенности вот даже вот этих существ световых. А на земле, вот в чем удивительно, в любом мире, может быть чувство соединенности, даже вот в этой частоте. Но там эти миры, конечно, очень красиво послали. Ну, конечно, сюда стремятся попасть в другую жизнь. Это по-разному. Это у какой, какие васаны там активизируются. То есть, естественно, если в душу не стремились, они к никогда не входили в грубые миры. Как ребенок, он выходит из дома, дома хорошо. На улице друзья, другая она, песочница. Он туда играет, играет, да, потом другая она ушли. Он говорит, мне мама, вспоминать, есть мама, есть дом. Вот так и душа. Она выходит, у нее, ну, ей интересно вот это. Вот молодые души, их очень трудно. Это как ребенок, он вышел, 15 лет погулял, иди домой. Да какой домой, ты что? А уже к вечеру солнышко садится, дождик пошел, он сам домой бежит. Вот так я смотрю на людей, тут уже разные возраста. Если душа молодая, тут понятно, что это не вариант, там сидит, там втыкай в себя, там Бога, может, найдешь. Какой там Бог, что-то интересного вокруг. Зачем? А есть ли те, кто уже наигрался, пресветились, пресвящение называется? А сансары, духовный мир, это как сопоставить? Все сансары. То есть нет, ничего не сансары нет, да? Мы всегда будем сансары, грубо говоря, так. Сансары и духовный мир появляются, это как бы перспектива зрения, это как старая и молодая женщина, это один рисунок, да? Ты немного фокус сместил в виде старуха. Представь, что это фотография твоей жены, сможешь, ооо, ты не очень. Он тогда спукнул, даже ничего. Вот так сансары и нирвана. То есть, если ты смотришь под определенным фокусом восприятия, то весь мир это нирвана, весь мир, часто нирвана. А если фокус сбился у тебя, то весь мир это сансара, даже мир душ. Поэтому это один мир, один, их не два, духовный, да, и материальный. Или там сансара и нирвана, это одно. Но меняется угол восприятия. Вот все, о чем медитация, это сместить угол восприятия, чтобы ты начал видеть то же самое, как рай. То, что ты видел, как акка, ты видишь, как рай. Все. Все внутри. То есть, это вот получается у Кришнеика в полный отсутствие. Они говорят, ну, единожды мы подаем из до полного мира. И когда мы что-то тут понимаем, наигравшись, возвращаемся туда и больше никогда сюда не пьем. Но в конечном варианте никто не выпадает. Да, просто выпадать некуда. Нельзя выпить из Бога. Если все в Боге творить, как-то из него выпасть, можешь куда-то выпадать. Ну, куда-то да, 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 единожды придешься. У них. У, может, все что угодно придумать. Десять годов, там, двадцать годов. Ну, кстати, вот насчет ответственности. Я когда стала читать, это много лет назад, по Кавадгиту, пять страниц прочитала, у меня вся жизнь началась с этим запасом. Я его на полку забринала, я поняла, что ты с этим себя... А надо было до конца читать, чтобы уж раз и просто косы. А последний, последний сыпайся три месяца жизни. Как было, так и было. Сыпаться с тобой. Ну, понятно, что... Ну, дайте, осмотрите. Ладно. Ну что, обедаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok